Свыше 52 тысяч югорчан в нынешнее воскресенье окунулись в прорубь. Так, православные жители округа отметили один из главных праздников для верующих христиан – крещение. Традиционно в городах и поселках в храмах прошли богослужения и крестный ход. Сотрудники МЧС отметили, что этот день обошелся без происшествий. Подробнее расскажет наш корреспондент. Праздник крещения особенный. Он завершает святые дни от Рождества Христова. В этот день вода приобретает особое значение. Чтобы ее набрать, сотни жителей окружного центра традиционно приезжают к мосту Красный Дракон, где завершается крестный ход от храма. Митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел проводит освящение реки Иртыш. После продолжительного обряда владыка вылил в нее привезенную воду с реки Иордань. Верим в это, в воду освященную берем, пьем ее круглый год. Стоит она у нас до следующего года и не портится, что удивительно. С водой умоем детей, лицо. И потом храним при всяком заболевании. Она говорит, что помогает. Непосибирский теплая зима поставила под вопрос проведение крещенских купаний. Поэтому службы, отвечающие за безопасность, ограничили массовый выход на лед. Людей выпускали небольшими группами. Несмотря на то, что сам праздник выдался морозным и ветреным. Набрать воды и окунуться в ледяную прорубь желающих было предостаточно. Для верующих оборудовали палатки, где можно было переодеться и согреться после погружения. Ощущение изумительное. А вы каждый год купаете? Стараемся, да. Несмотря на то, что даже в гипсе пришел и то, замотал ногу гипсом и купаюсь. Для кого-то купание в проруби – это возможность испытать себя. Кто-то так пытается избавиться от болезней, кто-то хочет смыть грехи. Мотивы для того, чтобы нырнуть в крещенскую купель у всех разные. Представители духовенства считают, что это не самое главное. На душевное спасение влияет посещение храма, исповедь и причастие. Все остальное – это позыв души. Но с каждым годом все больше и больше народа приходит. Это не только окунуться в водах иорданских. Но я хочу отметить то, что сегодня строятся храмы, и они наполняются людьми. Их как не хватало, так и не хватает по сегодняшний день. Они наполняются, особенно вот такие воскресные и большие праздники. Конечно же, храмы наши переполнены. Это говорит о чем? Конечно, мы говорим о 70-80% крещенных наших жителей округа. Но мы сегодня не можем вместить даже 10% этих крещенных. Крещенские купания прошли во всех муниципальных образованиях и собрали на тысячу человек больше, чем в прошлом году. Службы в этот день прошли в новых храмах. Молились об обездоленных и нуждающихся. По православной традиции крещенскую воду многие принесли домой, чтобы окропить каждый уголок жилья. Согласно поверьям, это приносит в дом мир и порядок. Максим Солюков, Сергей Ваяшко, Вести Югория, Ханты-Мансийск.